В преддверии Дня защитника Отечества комитет солдатских матерей совместно со школьниками и студентами посещает воинскую часть, чтобы поздравить военнослужащих с праздником и подарить им подарки. Этот год не стал исключением. В клубе офицеров собрались военнослужащие, проходящие службу воинской части номер 25356 города Славянска-на-Кубани. Нынешних защитников Отечества с праздником поздравил ветеран боевых действий в Афганистане Сергей Бурбыко. От имени Российского союза ветеранов Афганистана я хочу поздравить всех вас с наступающим Днем защитника Отечества. Пожелать вам здоровья, военного счастья, успехов, мирного неба над головой, вернуться домой живыми и здоровыми. И поскольку у вас сегодня отчаствуют именинников, то также от Российского союза ветеранов Афганистана хочу вам преподнести небольшой подарок. А именинникам всем здоровья и счастья. К поздравлениям присоединилась председатель общественной организации Славянского комитета солдатских матерей Маргарита Сидорова. Солдат – это святой хранитель мира, утренних рассветов, теплых встреч. И вот такой день чудесный, который сегодня мы отмечаем вместе с вами, в этот праздник, который является всенародным, к вам пришли не только ветераны боевых действий, но и комитетских матерей к вам пришел с подарками, которые вы видите. То есть в этот день мы всегда хотим быть вместе с вами. Немножко тепла домашнего мы вам принесли. Подарки получили 19 именинников. Ребята рассказали, откуда они приехали служить. Ну и, конечно же, поблагодарили собравшихся за поздравления. В Смолевской области город Бегарин, родина первого космонавта, Ребята, все еще говорили. Спасибо вам за поздравление, очень тепло и я хочу вас себе большое. Еще одним подарком для солдат стал подготовленный школьниками и студентами концерт. Защитники Отечества, дорога вам по жизни нелегка. Но долг, кто связан с вечностью, получит непостроенный векарь. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События».